Ребятки, всем привет! Мы приехали с Гришиули сдавать кровь. Записано мы к врачу в 14, по-моему, 40, надо будет сейчас уточнить. И мы приехали сейчас, сдадим кровь, и эта кровь уже будет врача, она посмотрит. Уже точно посмотреть, что там у Гришиули, кашель не проходит. Вот, и назначат уже правильное лечение. Мы натощак приехали. Да, так что пойдем, сдадим. Ну, надеюсь, что Гриша не будет плакать, но, скорее всего, он будет плакать. Капитан, ты капитан! Помаши маме ручкой, капитан. Привет, капитан! Нога застряла. Гришиули, у нас храбрый мальчик сдал кровь. Покажи, Гриша, где кровь сдал из пальчика. Вот тут, вот тут, да. Теперь нам мы заслужили игрушку, да? Сейчас петельочку ставим. Выбрали щенячий патруль. Что, ну надо, Гриша, не, не взяло, еще давай раз. Сейчас сама машинка заберет, постой. Так, готово? Одевай, один. Одевай, один. Все, забирай. Кто там попался? Кто это? Кто это? Ну что, у нас домашний режим. У нас каникулы и домашний режим. А еще нам прописали антибиотики. А еще у нас кое-кто вернулся из деревни. Та-дам! Наконец-то! Привет всем! Всех с Новым годом! Будешь поздравлять? Угу. Скромничаешь, да? Парень наш. Нагостился, нагулялся. От одной бабушки сейчас поедет к другой бабушке. Там уже очередь на Кирюху у нас выстрелилась. Бабушка Марина вас ждет с 31 числа. Он сегодня дождется. А мы с Гошаней будем. Поедем сейчас за лекарствами. Надо, кстати, сейчас проехать мимо аптек. И купить. Потому что не факт, что в каждой аптеке можно найти наш лекарств. Мы уже дома. Заезжали сейчас на рынок. Купили яйца. Огурцы. Огурцы по 280 рублей, по-моему, килограмм. Ну, хорошие огурцы, конечно, но 300 рублей килограмм. Взяли два, чтобы салатик порезать. Мандаринки и сосиски. Мы такие голодные приехали. Мы в больнице проторчали. Плюс мы еще в гости ездили к моей подружке. В общем, голодные мы приехали домой. Пока туда-сюда. И взяла вот такой кальмар попробовать. Тушка филе без кожицы, натуральное. Кстати, состав кальмар, соль и все. И производитель Калининградской области. Попробуем все за кальмарчик. Если все ок, то буду брать мне для питания, для салатиков. Супер. Как раз такая порция кальмара. И лекарства мы еще накупили. Это Гриша уже распаковал все. Были сашеты. Высыпал. А еще мне подружка подарила, отдала детям витамины. Что-то они им не зашли, не стали о них пить. Попробуем попить витаминки. И знаете, что это такое за пакетик? Это исландский мох. Мне подружка давно рассказывает про этот исландский мох. Даже говорит, сказала, где он продается. Но я туда не езжу. На сеном рынке продается. Я туда просто не попадаю. Даже не знаю, где там парковка, где там заходить и так далее. В общем, слушайте. Применяется при бронхите. Бронхит с кашлем. Воспаление легких, туберкулез. Другие заболевания органов дыхания. При желудочно-кишечных заболеваниях. Гастрите. Язве. А также является общим укрепляющим средством. Способ применения. Одну столовую ложку залить стаканом кипяченой воды. Или кипятить. А, прокипятить на огне 5-7 минут. В эмалированной посуде. И закрыть крышкой. Поставить на 1 час. Пить по 1 треть стакана. 3 раза в день. Тут, если еще есть насморк. Можно в нос капать. Но тут нужно каждый час. И еще, если ангина. Каждый час не запивать. И при заболеваниях желудка еще пить. Посмотрим. Она вообще пьет его. Он говорит, он такой горьковатый. Она пьет его для укрепления иммунитета. Говорит, классная штука. Пробовали такой? Исландский мох. Так, хочу сейчас выбрать чай, какой попить. И какой же я выберу. Давайте коробку откроем. Так, тут 12 видов чая. Такая коробочка красивая. Слушайте, прям шикарный подарок на Новый год. Класс. Так, что я хочу. Мне нравится вот эта уже упаковочка. Это что? Это великолепный черный чай с брусникой. И ароматом брусничного пирога. Ой, какой классный. И вот этот мне нравится. Аромат сицилийского апельсина. Я сначала не поняла в комментариях, вы меня попросили написать отзыв про чай. Я сначала не поняла, какой чай. А потом вспомнила этот же чай. Так, ну что, ребята, сегодня пробуем вот этот с апельсином. Я обожаю апельсин. Поэтому сегодня мы с вами попробуем выразительный черный чай с ароматом сицилийского апельсина. Кстати, в отдельных упаковках я ни разу такой не видела. И внутри не квадратики, а пирамидки. И, честно говоря, вот в чашке не сильно-то апельсины чувствуется. Я пила вкусный цитрусовый чай, но вот здесь вкуснее пахнет в упаковке. Я бы так отдельно не купила с апельсином. Попробуем в следующий раз другие. Может быть, они будут вкуснее. Как обычный черный чай. Делюсь с вами информацией, которую узнала только сама недавно. Будь здоров! Если вы используете, как это называется, физраствор, он используется обычно для инъекций, для уколов или для ингаляций. Физраствор обычно в аптеке продают вот в таких флаконах, когда вы покупаете. Так вот, о чем я узнала? Меня Артем рассказал, что... Ну, он тоже узнал об этом недавно. Что вот открытый флакончик физраствора хранится... Что-то 3 дня или 4 дня. Нет, интересно, есть такая информация здесь? После скрытия... Нет, просто написано не применять после срока годности. Короче, когда вы начинаете пользоваться физраствором, у него срок 3 дня. Потом, я не знаю, пропадает или он неэффективен, становится как обычная вода, я не знаю. Но вот такая информация сказала об этом знакомый фармацевт. Там мы всегда берем такие большие флакончики. Единственное, что мы не вскрываем, мы вот шприцом оттуда достаем нужное количество. Я не знаю, это считается или нет. Короче, продаются вот такие наборы физраствора, они вот в таких капсулках. Вот, не знаю, сколько 7 мл, может быть, по 7, по 5, по 10 мл каждый флакончик. Ну вот мы берем, мы используем для того, чтобы дышать. Для ингалятора, для ингаляции одного хватает где-то на 2-3 раза. Очень удобно, как раскрыли, через 2 дня уже срок закончился. И хранить открытую мы храним в холодильнике. И вот этот флакончик, крышка, она вставляется вот сюда и закрывашкой является. Мы тоже об этом узнали недавно, это темно мама сказала. Вот этой штучкой закрывается серединка. Так что век живи, век учись. Просто кто тоже делает ингаляции или у кого дома стоит физраствор, теперь знаете, что скорее всего он уже, его уже надо менять на новый. И лучше вот такие наборчики покупать. Помните, я рассказывала, что нас пригласили на день рождения? И как все обычные нормальные девушки, мне нечего одеть. Ну, точнее, у меня есть 2 платья. Одно длинное, черное в пол, которым я сейчас пиджаком вырула подальше. Вот оно. Блин, я когда долго сережки не ношу, мне их сложно одевать. Я их одеваю и как будто бы протыкаю заново, что ли. Как будто там чем-то ухо зарастает. Вот. И второе платье, это кожаное платье. В котором я была на новый год, в котором я была на свой день рождения, в котором я была на свадьбе у Юли. И теперь я 2. У меня теперь головоломка. Что же у меня деть? Вот это черное длинное с пиджаком. Сейчас вам покажу в коридоре. Полный свой лук. Или второе. Нашла, кстати, помару классную. Живанши. Мне еще дарили пробник. 104 тонн. Мне кажется, она классно смотрится. Она такая мягкая. Даже на мои суперстухие губы просто волшебная. И цвет красивый. Он такой нюдово-бежевый, что ли. Нюдово-карамельный какой-то, коричневый. Ну так что делать-то я так и не поняла мне. Пойду, покажу вам это платье. И потом черное, которое все видели. А в этом платье я была на фотосессии. С этим пиджаком. В общем, вариант идти вот так. Мне не нравится. С ремнем мне не нравится. Короче говоря, мне все бесит. Я не хочу идти в этом и не хочу идти в том. Не знаю, мне не нравится. Потому что я уже везде в этом была. И пояс меня раздражает. И без пояса мне тоже не нравится. Все. Вы теперь видите, когда у меня плохое настроение. Оно у меня тоже бывает, да. Все. Вот как это? Мне вообще ничего не нравится. Останусь дома. Ну и вот второе платье. Мне нравится больше, поэтому пойду в нем. Я в нем была на свой день рождения. Я была на свадьбе у Юльки. И пойду на день рождения к Марине. Та-дам! Да здравствуй, стабильность. Сэ, стабильность. Вот так вот. Так, голосуем за это платье? Что же мне, обывательно, надо кроссовки с собой взять. Они у меня, наверное, в машине. Ну, такие, которые... Туфли возьму с собой. Но когда я устану танцевать в туфлях, переобуюсь в свои сапоги-кроссовки с белой подошвой. Такие черные, как чулочки. Наверное, их возьму на сменку. Я тихо. Осторожно. Не врежьте ни в кого. Ты что, лошадка? А кто ты? Тихо. А, ты Гриша. А Гриша у нас, кстати, остается с бабушкой, с Кирюшей. Да. Что ты нашел? Покажи. Какие у Гриши пазлы. Это цифры. Будешь цифры учить. Вот с бабушкой как раз. Выучишь все цифры до 10, пока мы будем на дне рождения. Открывай. Заехали за цветочками. Покажу букетик в багажнике. Блин. Что-то пошло не так. Ладно, потом закрой. Красивый. Он, кажется, на видео большой. На самом деле он не очень большой. Он такой... Ну, как бы маленький такой. Он на видео реально большой, кажется. Такой нежный. Ну, не знаю, мне показалось, типа, букет невесты. Нет? Нет, больше, чем букет невесты. Красивый букетик. Мои любимые. Фиолетовый сиреневый даришь всем цветы моих любимых цветов. Маме дарил. Надень маму, по-моему, да? Последний раз. Такой сиреневый белый. Сиреневый мне нравится. А еще если желтенькие добавить. А еще тут очень много-много внутри бутончиков маленьких, которые еще не распустились. Похоже на виноград. Косточки от винограда. Красивые. Такой свежий-свежий.